Здравствуйте! В эфире программа Республика. Прямо сейчас о важных событиях в Чувашии в студии Татьяны Трофимова. Ковид-19 на особым контроле. Правительство Республики ужесточает профилактические меры. Дети войны. Парламент Республики обсуждает новый законопроект. Память в деталях. Музей в Кугесях готовится к 75-летию победы. Под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса в Чувашии находится 270 человек. Чтобы противодействовать распространению заболевания, все больше предприятий Республики переходят на дистанционный режим работы. В Роспотребнадзоре рекомендуют не выезжать в заграничные командировки. Профилактические меры ужесточили и в правительстве региона. Подробности у Дмитрия Ковалева. В условиях режима повышенной готовности даже в Доме правительства рекомендовано не собираться массово. В узком составе сегодня проходило и рабочее совещание в Рио главы региона. В зале только руководители ведомств и телеоператоры, корреспонденты на удаленной видеосвязи. Исключили максимально необходимое количество участников. Органы власти Республики временно ограничили личные приемы, отменены концерты, спортивные турниры. Техникумы и вузы переведены на дистанционный режим работы. Такие меры, отметил Олег Николаев, принимаются для защиты жителей от респираторных заболеваний. Соблюдать рекомендации медиков обязаны все. У нас порядка 200 человек, это 196 на сегодняшний день. Человек, которые находятся в режиме наблюдения в разной степени. 26 из них находятся под наблюдением в медицинских организациях. Мы с вами были свидетелями на прошлой неделе того, что, к сожалению, достаточно высокопоставленный наш коллега, который является самым главным врачом и должностным лицом в системе органов государственной власти, допустил слегка, скажем так, пренебрежительное отношение к исполнению норм самоизоляции. Пришлось проводить определенные беседы с нашим коллегой. Просьба контролировать этот процесс и держать, скажем, под особым контролем, в том числе проводить дополнительные беседы. Перед стартом весеннего призыва на военную службу, который пройдет с апреля по июль, ограничения ведут на сборном пункте. Потому что место у нас будет порядково находиться одновременно до 100 человек на отправках. Именно вот конец мая, начало июня. По всей видимости, отправки мы начнем не как традиционно в апреле, а по всей видимости, после проведения парадных, торжественных, юбилейных мероприятий. На особом контроле правительства цены и наличие продуктов в магазинах. Пик спроса пришелся на прошлую неделю. Но уже в ближайшие дни ситуация должна стабилизироваться. Чтобы не допустить дефицита, товары в торговые сети со складов доставляют ежедневно. Работу перевозчикам облегчит отмена ограничений движения по дорогам. Если основные федеральные сети осуществляли завоз в двухдневном режиме, то начиная уже с середины недели они перешли на ежедневный режим завоза продуктов питания и прогнозируют, что на этой неделе все войдут в нормальный режим работы. В условиях пандемии, отметил Олег Николаев, на первый план выходит и поддержка реального сектора экономики региона. Предприятиям республики готово пойти навстречу и налоговая служба. При ФНС на сегодняшний день тоже создан оперативный штаб, который ведет мониторинг состояния дел на хозяйствующих субъектов. И в случае, если у хозяйствующих субъектов ухудшается ситуация из-за влияния вот этой ситуации с новой формой коронавируса, то они готовы предоставлять в части отсрочки платежей по налогам, с тем, чтобы не допустить предбранкотного и банкротного состояния предприятий из-за влияния этих обстоятельств. Между тем в республике на базе УФСИ наладили выпуск медицинских масок. На этой неделе продукция должна поступить в торговые сети и больницы. Дмитрий Ковалев, Андрей Шоклев, Республика. Один из важных шагов в предупреждении распространения коронавируса – самоизоляция. На связи с нашей студией Валерия Толстова, которая недавно вернулась из Арабских Эмиратов. Она оставила в аэропорту все свои данные и добровольно ушла на карантин. Валерия, здравствуйте. Несмотря на то, что в Арабских Эмиратах заболевших коронавирусом столько же, сколько и в России, а может быть даже чуть меньше, потому что страна очень строгая, я все равно решила устроить себе домашний карантин. Моя помощница покупает для меня продукты, оставляет возле входной двери, выкидывает мой мусор, который я тоже оставляю за дверью. То есть я минимально контактирую с внешним миром. Я думала, что мне будет так очень скучно, но на самом деле нет. Жизнь такая же насыщенная. Я очень много работаю, решаю рабочие вопросы онлайн, по видеозвонкам. Занимаюсь с преподавателем по скайпу китайским. Много читаю, занимаюсь домашними тренировками. Валерия, как вы себя чувствуете физически и морально? По поводу симптомов коронавируса прошла уже неделя. Чувствую себя прекрасно, никаких симптомов нет, но все равно еще неделю точно буду сидеть дома. Спасибо, Валерия. Удачного вам завершения вынужденной самоизоляции. А мы переходим к другим новостям. Оперативный штаб Чувашской республики провел учение по взаимодействию правоохранительных органов и экстренных служб города при возникновении чрезвычайной ситуации. В ходе учения отработан комплекс мероприятий по пресечению террористического акта на объекте с массовым пребыванием людей. Осуществлена проверка эффективности тактических приемов, задействованных подразделений в различных условиях обстановки. В мероприятии участвовали сотрудники правоохранительных органов, Роспотребнадзора, органов государственной власти и самоуправления. Оперативным штабом скоординированы действия, направленные на выработку своевременных мер по предупреждению террористического акта, минимализации его последствий. Отработаны вопросы взаимодействия силовых структур региона и органов местного самоуправления при возникновении террористической угрозы. Останет в работе системы пожарной защиты против всех последствий здания. Соблюдайте порядок и пропустите. Совершенствовались практические навыки сотрудников ведомств, привлекаемых для участия в контртеррористической операции. Поставленные цели учения достигнуты. Употреблять наркотики в Чувашии стали реже, но возраст наркозависимых молодеет. Такие данные озвучили сегодня на заседании антинаркотической комиссии. Число лиц, у которых есть проблемы с наркотиками, в Чувашии уменьшается. Это тенденция нескольких последних лет. На 1 января 2020 года под наблюдением наркологической службы состоят 657 человек с установленным диагнозом наркомания. В 2019 году в сравнении с 2018 годом отмечается снижение числа больных наркомании на 6,8%. Это хорошие новости теперь о плохих. Рынок синтетических или химических наркотиков развивается быстрее, чем на них реагируют правоохранители и законодатели. Дилеры постоянно вводят на рынок так называемые новинки, которые в разряд наркотических или запрещенных веществ еще не успели внести. А значит и продавцы, и покупатели уходят и от учета, и от ответственности. Мы с вами все являемся свидетелями того, что появляются все новые и новые виды веществ наркосодержащего характера, которые, скажем так, находят пути и каналы дохождения до наших детей, в том числе в образовательных учреждениях. Очень важно, обсуждая от достижения прошлого года, конечно же, выработать более эффективные механизмы борьбы с этим погодным явлением уже на будущие периоды. По официальным данным, сейчас наркопрепараты употребляют 39 несовершеннолетних. Хуже всего ситуация в Канашино, в Чебоксарске, АллатРе. Мы изымаем, вы извините меня, по 150 закладок, вот последние, сколько у нас было задержаний? Килограммами изымаем наркотические вещества, которые поступают сюда. Надо что-то делать. Главное, что нужно сделать, уменьшить спрос, который и рождает предложение, считают специалисты. Это задача о профилактических программ. Ольга Пырочкина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика. Маршрут троллейбуса номер 20 в Чебоксарах продлили до нового города. Об этом Алексей Ладыков сообщил в своем инстаграме. Теперь от машиностроительного техникума троллейбус доезжает до улицы Прокопьева. Для этого на Марпасадском шоссе протянули 300 метров контактного провода, а на маршрут добавили три троллейбуса. Закон о детях войны в республике планируют принять до 9 мая. Законопроект обсудили сегодня на совещании в Доме правительства. В законе на первом этапе планируется закрепить статус детей войны, которым будут выдавать удостоверение и предоставлять социальные гарантии. К этой категории могут быть отнесены граждане, рожденные с 22 июня 1927 по 3 сентября 1945 года. Олег Николаев отметил, что крайне важно принять документ до празднования 75-летия Победы, а потом вернуться к вопросу о полагающихся выплатах детям войны. Если мы сейчас с вами углубимся в некие финансовые меры обеспечения этих людей, то мы, скорее всего, уйдем очень далеко, потому что, очевидно, такие финансовые меры у нас в бюджете не предусмотрены на сегодняшний день. Это потребует серьезного, достаточного анализа и углубления в этот вопрос. И тогда это решение у нас однозначно уйдет за ту дату, которую мы с вами очень сильно ждем, готовимся. Самое главное, надо общаться с людьми, с людьми, которые принадлежат к этой категории. И надо узнать у них, чего они реально хотят. Вот лично мои беседы, я уже сказал, они хотят, чтобы был статус детям войны, и чтобы это было закреплено в законе. Может быть, даже не финансовые меры поддержки будут более даже привлекательны для людей, чем сами финансовые меры, которые единоразово не смогут решить даже определенных вещей. На обсуждение Государственного совета законопроект планируют вынести 16 апреля. Ветераны были согласны, чтобы они получили статус детей войны, и чтобы внеочередное посещение объектов социальной сферы, а также медицинских учреждений, у них было право. Вот такой договоренности мы первоначально получили. В год памяти и славы районные музеи обновляют свои экспозиции, посвященные подвигу наших солдат в годы Великой Отечественной войны. В музее Бичурина «Современность» в Кугесе есть зал боевой славы. Создавали его местные жители. Среди 61 героя Советского Союза, уроженцев Чувашии, двое из них – наши земляки. В качестве эксклюзива – трофеи, привезенные жителями с войны. Сначала оружие с патронами хранились дома и были предметом гордости. Их показывали гостям. Спустя время трофеи стали частью памяти о фронтовых годах и приобрели статус музейных экспонатов. Зал был открыт еще в 1985 году в честь 40-летия Победы. Весомый вклад в пополнение фондов внес Леонид Павлов. Здесь хранятся некоторые вещи его брата. «Ну, что он привез? Единственное, подшлемник так называется. Это немцы под каской носили. Подшлемник. Шомпол от немецкой винтовки. Еще кое-какие предметы». Значительное место в экспозиции занимает стенд, посвященный Якову Николаеву. В самые первые дни войны он попал в плен, но сумел сбежать и продолжил борьбу уже в тылу противника. Немцы называли его коротко – Чуваш. В 1966 году он был посмертно награжден орденом Красного Знамени. О его судьбе родные долго ничего не знали. А на родине жена получила весточку о том, что он пропал без вести. И долгие 20 с лишним лет он считался в числе пропавших без вести. И только в 1965 году, благодаря нашим журналистам, выяснили, что партизан Чуваш – это Яков Николаевич Николаев. Он не пропал без вести, а он героически отражал нападки врага в числе партизан на территории Польши. В годы войны в Чувашию были эвакуированы дети из регионов, попавших под оккупацию. До самой победы они жили в детских домах и приютивших их семьях. Записи об этой странице и истории тоже есть в зале боевой славы. В Чебоксарском районе эвакуированы детей из блокадного Ленинграда, из Литвы, Латвии, Эстонии. Приняли детей в два детских дома. В Кугейском детском доме эти дети воспитывались, и также в Вишакском детском доме. В 1943 году по дороге жизни по Ладожскому озеру в Чувашию привезли в августе месяце 400 ленинградских детей. 120 из них поселили в Вишакском детском доме. Каждый стенд – это напоминание молодым о подвигах их дедов и прадедов. Александр Соловьев, Бахтияр Велиев, Республика. В начале этой недели синоптики прогнозируют в Чувашии снегопады. На дорогах могут появиться снежные накаты. Гололедица сообщает сайт погода21.ру. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 0 до минус 5 градусов. Однако уже к середине недели установится теплая и солнечная погода. Столбики термометра поднимутся до 10-12 градусов. Эта норма скорее для середины апреля. Таковы главные новости к этому часу. Увидимся завтра в эфире национального телевидения Чувашии. Редактор субтитров А.Семкин